Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. В этом ролике я сегодня хочу рассказать о способе обработки томатов, чтобы они не болели. И поделиться одним из полюбившихся сортов томатов, это сорт фихти. Прошлым летом я собрала очень хороший, шикарный даже можно сказать урожай томатов фихти. Под 3,5 килограмма 4 было с куста. Результат очень был хороший не только для меня, но и для моих соседей дачников. Теперь все просят именно этот сорт развести, чтобы был он постоянно. Но его сажать нужно обязательно в тепличных условиях. В этом году я попробовала на улице в открытый грунт посадить. Что получится, потом я поделюсь. Сорт отлично подходит для закрутки. При правильном уходе урожая охватает на всю зиму. Он вкус вот такой спелой ягоды, сладковатый и чуть-чуть небольшая кислинка. Помидоры очень долго хранятся и легко перевозить до дома их. Свежие едим мы до середины ноября и даже больше. Все мои домашние очень довольны и я хочу увеличить на следующий год побольше плантацию. А в этом году он меня удивил. Раньше всех у меня появились на кустах томаты. Сейчас я вам покажу. Вот это сорт томатов. Вот она читает. 50. Вы посмотрите какой он куст огромный. И сколько здесь плодов на нем. Я немножко опущу еще. Висят прямо вот такими гроздями. Вот они. Они еще цветут и будут дальше идти. Но вверх еще идут. Но такого обильного, конечно, я не ожидала. Очень много томатов на этом кусте. Очень хороший сорт. Чтобы томаты мои не болели и когда вот начинают завязывать уже маленькие такие помидорки, после трех обработок йода, борной и марганцовки, я провожу еще такую обработку через каждых 10 дней. На 10 литров воды выливаем литр молока и 25 капель йода. Бутылечек. И таким раствором обрабатываем каждые 10 дней. И никогда не увидите вы свои топторы на своих томатах. Желательно обработку делать вечером. И в пасмурную погоду лучше. Чтобы было прямо текло с помидор. Вот так вот прошли всю грядку. Пролили молоком с йодом. Еще раз повторюсь. На 10 литров воды, 1 литр молока и 25 капель йода. Теплицу обработали. Получилось познавательненько уже. Вот включила фонарик. Подсветочку такую сделала. Вот так вот мы обработали. Вот так вот прям капли остаются на самих листьях. Прям капает с них. Так вот такую вот обработочку мы сделали своих томатов. И каждые 7-10 дней обрабатывать. И никакой не нужно химии.